Итак, всем привет, с вами Добгай, и сегодня мы поговорим про морские доктрины. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. И если с воздушными доктрины все было попроще, там была, очевидно, лучшая доктрина, то здесь все немножко не так просто, потому что здесь доктрины действительно очень зависят от того, как вы собираетесь играть. Если в воздухе все играют так или иначе одинаково, то на море игра совершенно отличается, и правила тоже. Тут, конечно же, у вас есть выбор. Линейный флот, морские пути заграждать, то есть, в принципе, подлодки и какие-то надводные рейдеры, хотя в ваниле они не совсем, наверное, работают, ну и, в принципе, против игроков они тоже, наверное, вообще не работают. И удары по базам, то есть основная роль уделяется авианосцам. И еще дополнительные бафы, кроме авианосца, в принципе, к морской авиации. Поехали. И начнем мы, конечно же, с заграждения морских путей, потому что это сейчас самая небоевая морская доктрина. Раньше она имела очень сильные бафы к заметности линейных кораблей, что делало ее буквально самой сильной доктриной. Сейчас их убрали и добавили вместо этого какие-то другие бафы, которые уже не делают эту доктрину такой сильной. То есть, эту доктрину вам хочется выбирать именно когда вы хотите воевать подлодками. Потому что здесь максимум бафов на подлодке. Внезапно. Из самых важных бафов это вероятность обнаружения торпед дополнительная. Допустим, здесь ее можно всего лишь получить минус 15. Здесь, в принципе, подводные одинаковые доктрины, что у левой, что у правой. Здесь 20 в сумме. То есть, лишняя пятерочка. Но лишняя пятерочка на обнаружении это никогда не лишнее. Кроме того, здесь дополнительно бафается атака подводных лодок, что достаточно сильно. И дается больше обнаружения кораблей и эффективности перехвата. Что означает обнаружение кораблей? Обнаружение кораблей влияет на то, как быстро вы будете находить конвои. То есть, это достаточно важная характеристика для подлодок. Ну или другие корабли, если вы внезапно их ставите на подрульную. Как бы основная задача все-таки не патрулей. И эффективность перехвата фактически повышает эффективность миссии перехвата. Давайте я вам покажу, что это значит. Потому что это реально не очевидно. Здесь написано, что это скорость, с которой флот занимает боевой порядок при обнаружении цели во время отпадения на конвой. Абсолютно непонятно, что это реально делает. Потому что на что влияет вообще эта самая эффективность, нигде в игре не сказано. Но специально для вас я сделал такую ситуацию. Вот у нас есть 6 подлодок. Они сразу действуют в 3 морских регионах. Из-за этого эффективность у них намного ниже, чем хотелось бы. Из-за этого, как вы можете видеть, на британские конвои вышла всего лишь одна подлодка. А остальные 5 потихоньку подходят. То есть, цель обнаружена и они доходят. При 100% эффективности, давайте я вам покажу. А доктрина повышает ее очень-очень солидно. Как вы видите, можем в принципе 61%, ну или так на 2 региона вообще 100%. Сразу же 6 подлодок все одновременно в бою. То есть, нету содержки вот этой вот дойти до боя. Это на самом деле очень важно. Таким образом, можно одной группой подлодок сразу контролировать 2 региона вместо 1 региона. Все еще, вы чаще всего хотите делить ваши подлодки. Потому что, если их, допустим, 2, то они сразу будут брать каждый свой регион. Но в целом, эта эффективность очень важна. А хотите вы делитесь по той простой причине, что пока одни подлодки воюют, другие тоже воюют. Соответственно, так вы перехватываете одновременно один какой-то конвой, один бой, одну группу конвоев. А двумя группами подлодок вы перехватываете сразу 2. В принципе, я думаю, достаточно очевидно, почему так вот намного эффективнее и полезнее. Кроме этого, здесь есть небольшие бафы, как на авианосцы, так и на какие-то конвои, так и на некоторый линейный флот. То есть, ну, всего остального понемножку. В целом, справедливо, но, конечно же, если вы хотите воевать, вам нужна первая, либо третья доктрина. Давайте перейдем к ним. И давайте, раз уж мы затронули эффективность перехвата, то и затронем эффективность конвоев. Работает это точно так же, я уже не буду симулировать это, потому что вы видели, как это работает. То есть, корабли тоже доезжают до ваших конвоев чуть с большей задержкой, оказывается, вы чуть позже. Из-за этого вы, скорее всего, будете получать урон, если ваша эффективность конвоев не 100%. Думаю, достаточно понятно. И начнем мы с ударов по базам. Здесь есть такое понятие, как эффективность боевых вылетов. Это очень важный параметр для авианосцев. Сейчас объясню, почему. Фактически, этот параметр как раз таки и определяет, сколько у вас самолетов взлетит во время боя с авианосца одновременно. Здесь написано очень непонятно, как обычно. И базовый параметр является 50%. То есть, здесь мы получаем еще плюс 50%, а значит, у нас все 100% самолетов взлетают во время боя. В первой же доктрине ситуация совсем другая. У нас есть баф на 10% вот здесь, и еще на 20% вот здесь. То есть, всего 30% в отличие от 50% справа. А значит, что 20% ваших самолетов на авианосцах летать не будут. Кроме того, здесь есть дополнительная точность морской авиации, что очень важно. И ее тут немало. Реально немало, потому что здесь вот еще. И еще маневренность. Как будто это было бы полезно для истребителей, чтобы они получше разменивались. Но истребители на авианосцах не так сильно страшны. Но в целом, чуть-чуть это будет вам помогать. Но 40% морской точности будет намного сильнее. А также здесь еще минус 20% перегруженности авианосцев. И как работает эффективность боевых вылетов? Вы, получается, до сутки достакали, а что будет потом? Ничего. Дополнительной эффективности вы никакой не получите. Но вы сможете перекрыть больше дебафов на эффективность. И сверху вы еще имеете 10% перегруженность минус 20%, что еще больше позволяет вам перекрыть каких-то дебафов. Соответственно, просто вот уже с этой дактриты вы можете взять еще на 20% самолетов в бой больше. Это уже 40% и это уже немало. А если у вас еще есть какие-то бафы сверх сотки, то вы можете взять еще больше. Еще больше 40%, то есть 50-60%, смотря сколько у вас бафов. На Японии, допустим, там вообще настакивается очень все жестко. Что же есть у первой доктрины вместо этого? Я бы сказал, во-первых, есть достаточно уникальный баф на снижение потери организации ударным соединением. То есть, когда ваш лот передвигается, он теряет организацию. Это позволяет терять меньше. Это немного, но это честный баф. Но самые большие бафы, конечно же, вот здесь. Сейчас дополнительная организация. А я напомню вам, организация отвечает за характеристики корабля напрямую. При низкой организации характеристики корабля снижаются. То есть, полностью организованный флот чуть хуже победит, скорее всего, полностью дезорганизованный флот, который был до этого лучше. Ну и здесь еще сверху имеется плюс атака ПВО, плюс обычная атака, что тоже немаловажно и достаточно сильно. Ну и с третьим здесь будет еще чуть-чуть побольше бафов на организацию. Как я уже говорил, по подводным лодкам здесь все примерно то же самое. И по конвоям здесь примерно то же самое, но авианосце дается побольше обнаружения подлодок. Я бы сказал, что это не сильно интересно, потому что все-таки подлодки вы хотите, если именно искать, то легкими крейсерами с кучей бафов на обнаружение. Что, кстати говоря, есть в третьей доктрине. Что еще делает ее чуть-чуть поинтереснее. То есть если слева всего 15, то здесь это 25. Чуть больше, не слишком, но тем не менее дополнительный баф. И есть еще один такой скрытый, но на самом деле не очень скрытый, потому что это буквально первая доктрина, третья. Это удары по порту. То есть ваша авиация с флотой, либо просто обычная авиация в том числе. То есть очень важно отметить, что даже обычная авиация, которая будет наносить удары по порту, будет наносить больше урона. Даже если она наносит урон с обычных авиабаз. Это может быть очень сильно. Вы просто буквально умножаете на полтора весь свой урон. Это реально сильно. А учитывая то, что вы можете на ваши авианосцы погрузить примерно на 40% больше авиации, чем если бы вы играли на первой доктрине, то это делает еще сильнее и опаснее вот эти вот морские авиабазы. Авианосцы. Так что в среднем страна, которая может себе позволить авианосцы, конечно же должна строить их, потому что они крайне сильные. Но первая доктрина все еще достаточно сильна для стран, у которых уже настроено очень много линейного флота, и перестраивать как-то всю свою доктрину не хотелось бы. Так что самая сильнейшая, скорее всего третья, в какой-то очень усредненной ситуации, но две другие тоже очень полезны. Напомню, что каждая доктрина полезна для своего конкретного случая. Ну а на этом, пожалуй, все. С вами был Добгай. Ожидательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Оставляйте лайки, оставляйте комментарии по поводу того, какие вы используете доктрины, какие у вас, может, еще есть мысли по этим доктринам. И не забывайте вступить в группу Дискорда и подписаться на Твич. Всем пока.